Универсальное пособие на детей. С начала года объединенную выплату уже одобрили родителям более 64 тысяч детей и 2 тысячам будущих мам. На это уже выделили около 1,2 миллиарда рублей. И в крае, подчеркнула глава Министерства соцзащиты, продолжают действовать и другие меры поддержки семей с детьми. Особое внимание уделяется решениям жилищных проблем. Это льготная ипотека под 6%. Это выплаты многодетным в размере 450 тысяч рублей. И улучшили свои условия за счет федерального материнского капитала более 43,5 тысяч семей. Не отстает и региональный материнский капитал. Он увеличивает свои востребованности. Еще одно направление, получившее изменения в этом году, программа до газификации. Теперь размер компенсации за подключение к газу увеличился до 100 тысяч для всех категорий льготников. Также теперь выплаты положены многодетным семьям, членам семей мобилизованных граждан и погибших ветеранов боевых действий. В этом году планируют выплатить компенсации более 2 тысячам человек. С газоснабжающими тесно раньше мы так не работали, как в этом году. Теперь мы их привлекаем на сходы граждан, на личный прием, чтобы они рассказывали, какое оборудование, где их можно купить, по какой цене можно купить, чтобы население все это знало, когда будут заключать договора. Потому что в малых селах, конечно, это очень сложно. Еще один значимый проект, востребованный среди населения – социальный контракт. По нему за 5 лет госпомощь в регионе получили 18 тысяч семей. Общая сумма поддержки – полтора миллиарда рублей. 9 тысяч семей смогли увеличить свои доходы, а 5 тысяч получили статус предпринимателей и самозанятого, добавила министр. Социальный контракт показал себя эффективным инструментом по помощи малоимущим. В 2013 году максимальная сумма составляла 10 тысяч рублей, а в 2022 уже 350. Как отметили на заседании, за эти годы расходы на социальные выплаты увеличились в разы. В 2017 году они составляли 20 миллиардов рублей, в 2022 – почти 44 миллиарда. В этом году запланировано более 53 миллиардов рублей. Мария Мацайова, Дмитрий Денисов. День с толком.